Умение оказать первую помощь – это очень важный навык, обладая которым в экстренной ситуации можно сохранить чью-то жизнь. Важные уроки спасения пострадавших стали проводить в школах. Один из них состоялся в Чебоксарской средней школе номер 10. Значит, ты стал свидетелем какой-то чрезвычайной ситуации. Есть пострадавший у нас, да? Вот, вы должны что оценить? Шаг за шагом, каждый момент, каждое действие должно быть быстрым и выверенным. Только соблюдение трех алгоритмов даст положительный результат. Под руководством опытного специалиста ученики подкрепляли теорию практикой. Она, как оказалось, сложнее. Как мне объяснили, что надо начать делать массаж сердца 30 раз, а потом искусственное дыхание. И с этого момента стало уже полегче. Следить за дыханием, определить пульс, уметь делать перевязку или искусственное дыхание – эти навыки необходимы каждому. Ведь никогда не знаешь, кому и когда эта помощь может понадобиться. И от того, насколько оперативным и грамотным будет первое решение, зависит жизнь человека. Порой на это есть считанные минуты. Если человек не знает алгоритм действий, ему будет просто тяжело справиться с этой ситуацией. Теория без практики бесполезна. Можно ежегодно посещать какие-то семинарские занятия. Если у вас нет практики хотя бы на манекене, то в жизни это будет повторить очень тяжело. Для этого и существует наша школа медицины «Катастроф», где мы, в общем-то, проводим вот эти теоретические и практические занятия со слушателями. Манекен оказался удобным наглядным пособием, на котором ребята отработали последовательность действий, технику. Теперь, говорят они, полученные советы и инструкции не позволят им растеряться в чрезвычайной ситуации. Я узнала, как проводить первую медицинскую помощь. Получается, мы рассматривали пульс, дыхание и давление. На самом деле, если бы такая ситуация случилась, я бы позвонила в первую очередь в скорую помощь. Я буду следить за пострадавшим. Получается, буду ему помогать. Узнал, что у нас есть главная магистраль, сонная артерия. Благодаря этому уроку я смогу оказать первую помощь. Знал бы, где упасть, соломки подстелил бы. Такие важные уроки, по мнению специалистов, должны проводиться регулярно во всех образовательных учреждениях. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика.